Преподобный Никодим Святогорец с греческого острова Наксоса родился в 1748 году. Его память церковь празднует 14 июля. В 26 лет он пришел на Афон и поселился в монастыре Дионисиад, где спустя некоторое время принял постриг. На молодого инока были возложены послушания чтеца и письмоводителя. По прошествии двух лет на Святую Гору прибыл коринфский митрополит Макарий, который вскоре обнаружил в Отопецком монастыре рукопись добротолюбия. Подготовить ее к изданию он и поручил Никодиму. Так было положено начало многолетним литературным трудам преподобного Никодима. Следующим местом подвигов инока стал скит монастыря Пантократра. Здесь Ава ревностно предался изучению Священного Писания и творений Отцов Церкви, приняв в 1783 году схему. Шесть лет он хранил обет безмолвия, который был нарушен вновь прибывшим на Афон митрополитом Макарием. На этот раз владыка благословил образованного монаха на редактирование творений преподобного Симеона, нового богослова. Эта литературная работа не прекращалась до самой кончины святого Никодима, которая последовала 14 июля 1809 года. Труды Никодима-святогорца многочисленны и разнообразны. Он известен как автор предисловия к добротолюбию и кратких житий святых. Особой популярностью у любителей аскетической литературы пользуется переведенный на русский язык святителем Феофаном Затворникам его невидимая брань. Не менее замечательно его сочинение учения об исповеди, завершающиеся проникновенным словом о покаянии. Благодаря трудам преподобного Никодима было подготовлено издание новой редакции греческого варианта «Кормчей книги» Педалиона, в которой содержатся правила святых апостолов, вселенских и поместных соборов и святых отцов. Преподобный Никодим известен как толкователь и творец священных песнопений. Так им составлены канон в честь иконы Божией Матери Скоропослушница и служба преподобным и богоносным отцам в Афоне постнически просиявшим. Как уже говорилось, святой Никодим уделял большое внимание о географии, о чем свидетельствуют такие его труды, как новый эклагион и изданный в Венеции уже после его кончины новый синоксарий в трех томах. КОНЕЦ